При заключении контрактов на перевозке, перевозчик, сам перевозчик должен заботиться о том, что у него будет за подвижной состав, где подвижной состав будет размещаться, где подвижной состав будет обслуживаться. Это вообще вопрос к перевозчику. Но мы обеспокоены этой ситуацией, потому что понимая, что альтернативы этой базе на сегодняшний день нет. Если вдруг что-то будет происходить негативного с этой базой, это не может не отразиться на городских перевозках. Вот только с этой точки зрения мы вынуждены давать некие тревожные сигналы. Мы подготовили и отправили уже письмо в Министерство транспорта, изложили наше видение ситуации и направили письмо в правительство Красноярского края, потому что вопрос очень важный. Правительство Красноярского края с просьбой разобраться, как такое вообще возможно, когда есть арендодатель, есть арендаторы, в то же время долги не гасятся. Вот поэтому мы входим в этот процесс. Что еще хочу сказать? Безусловно, вопросы смены перевозчиков, они не обходят трудовой коллектив. И буквально на днях, по-моему, вчера мы получили письмо от бывших сотрудников ПТП на главу с требованиями к администрации. К сожалению, хочется отметить, что трудовой коллектив такое чувство, что кто-то намеренно вводит в заблуждение. И какая-то подача информации идет, ну, некорректная, я бы так сказал. То есть я в двух словах скажу, что это за письмо и что там за требованиями. Ну, например, требование вернуть муниципальное автотранспортное предприятие в город. Ну, как такое возможно? То есть это предприятие, оно муниципальным не было никогда. Это было государственное предприятие. Его из города не изымали, и город его не изымал. Решение о прекращении его функционирования город не принимал. Поэтому это краевое предприятие, и вернуть его в муниципальную собственность, ну, это просто об этом, как бы, речи идти не может. Другой вопрос. Это вопрос социальных гарантий, социальных требований, требований соблюдения правил трудового распорядка дня. Его тоже адресуют администрации. Но я хочу сказать о том, что мы не можем вмешиваться в хозяйственные вопросы юридических лиц, частных юридических лиц. И тем более мы не можем из бюджета производить какие-то выплаты работникам коммерческих структур. Работники, в первую очередь, должны задать эти вопросы руководству. Руководству своего предприятия. Будь то Харпер+, будь то ГРАД, будь то Четвертая линия, будь то ПТП. Это, в первую очередь, вопросы к руководству этих предприятий. По социальным гарантиям, по заработной плате. И если руководство не реагирует адекватно на эти требования, тогда у работников есть все основания обратиться в трудовую инспекцию, в прокуратуру, в суд. Ну и подытожив, подытожив, да, наше выступление. У нас сейчас все перевозки осуществляются нормально. Отдельные звонки есть, но они были всегда. Это не система. Я приведу пример, что с 27 декабря по 9 января поступило всего 12 звонков на все телефоны. То есть были даны мои телефоны, были даны телефоны Марине Владимировне Гороховой, были даны телефон 112, на все телефоны поступило 12 звонков. Да, я понимаю, что каждый звонок важен, но это не шквал. Поэтому сегодня перевозки осуществляются нормально. Все маршруты, которые действовали, эти все маршруты действуют. Расписание не менялось. То есть расписание все прежнее. Количество рейсов не сокращалось. По второму маршруту в рабочие дни мы даже увеличили количество рейсов. Ну, по заявлениям жителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...